Добро пожаловать! Меня зовут Алексей Писаренко. Я работаю в компании Positive Technologies в группе исследований безопасности мобильных приложений. В свободное от работы время я иногда занимаюсь помощью, я так это называю, иностранным компаниям, а также российским. Некоторые вы увидите на слайде. Итак, о чем моя презентация-доклад? О том, как находить серверные баги в приложениях Android. Я рад перед вами выступать первый раз живым, чтобы это не значило. В докладе я вам расскажу, как настроить огружение, чтобы работать с Android. Мы с вами обойдем SSL-пиннинг, найдем некоторые серверные уязвимости, и я поиграю с вами в игру и отвечу на ваши вопросы. Итак, поехали. Для начала нам нужно скачать Android Studio, в которой есть очень много инструментов для тестирования, такие как дебаг, консоль, ADB. В ней можно создавать эмуляторы в этажке. И, соответственно, в докладе я буду пользоваться одним из таких инструментов, называется он ADB, он присутствует в SDK Platform Tools. Также нам для работы понадобится JDK, который понадобится для подписания приложения ключом разработчика. После установки данных программ надо занести в системную переменную папку эти папки, соответственно, чтобы заработала из любого места из консоли команда ADB, либо другая команда из GTK. После этого нам нужно иметь либо реальный девайс, либо какой-то установить эмулятор на сам компьютер, либо через, как я сказал, Android Studio запустить ADB. Соответственно, устройство должно быть с правами root. Как повысится, вы можете прочитать на англоязычных либо на русскоязычных форумах. Ссылки предоставлены. Далее нам понадобится инструмент для перехвата трафика. Я использую Burp, но раньше, когда его не было, использовал Charles. Советую иметь несколько инструментов, так как первый из списка может подвести вас. Ну, или другой, который вы хотите использовать. Когда мы все установили, у нас есть девайс, нам нужно настроить окружение между прокси и телефоном. Это делается очень просто. Нам нужен адрес адаптера, который мы будем вводить на телефоне, либо мы можем подключить само устройство по USB. Но для этого нам нужно будет перенаправить трафик с телефона на компьютер. Это можно сделать с помощью команды ADB. снизу. Продолжим. Как же на телефоне ввести этот адрес адаптера? Вы можете через команду ADB прописать глобальные прокси на телефон, соответственно, либо перейти в настройки и где у вас Wi-Fi, изменить сеть и прописать вручную настройки. Также на скрине предоставлен Localhost. Если вы работаете, все у вас запускается на компьютере, вы можете прописать адрес локальной машины, это 1003.2 или для USB, в предыдущем шаге об этом сказано, надо прописать здесь 127.0.0.1. Итак, когда мы уже посылаем запросы на наш прокси-сервер, нужно настроить программу для приема этих запросов. Это делается через настройки программы Burp или Charles. После того, как мы уже можем стучаться в интернет по HTTP трафику и программа перехватывает уже запросы, нам нужно скачать сертификаты и установить их на телефон. Это можно сделать по двум адресам сверху. У вас скачаются два файла. это файл Charles, а это файл Burpa. Как вы видите, здесь два разных расширения. Для Android нужно использовать расширение CRT. Чтобы установить Burpa сертификат, вам понадобится переименовать расширение. Но я советую кидать не в доверенные сертификаты, их а в системные. Для системных сертификатов нужно расширение точка ноль. Как сделать, будет дальше на скрине. Итак, чтобы добавить сертификат в системные сертификаты, выполните первую команду для переноса с компьютера на телефон по адресу, где располагаются корневые системные сертификаты. и после чего дайте права на чтение данному файлу. А чтобы добавить доверенные сертификаты, вам понадобится перейти в настройки, безопасность и установить его с SD-карты. Но это работает для 6-7 версии андроида. Позже будет проблематично снивать трафик. Соответственно, всегда устанавливайте в системные сертификаты. в принципе, для большинства приложений это достаточно, чтобы перехватывать уже трафик. Но есть процент приложений, которые нужно реверсить, удалять код, обходить проверки всякие. Об этом сейчас расскажу. Следующая часть доклада будет посвящена способам обхода SSL-пиннинга. Их очень много разных, но я расскажу о парочке. И также расскажу, где можно искать внутри приложения уязвимые точки для серверных уязвимостей. Список программ для реверса самый минимальный это Jadex графическая версия скачивайте с релизной ветки с гитхаба. Ссылки предоставлены, QR-ы продублированы. А пока тул, которым мы будем разбирать приложения и собирать снова. И в дополнение я советую ставить Фриду. В ней очень много возможностей. Итак, для реверса в Jadex нам понадобится APK-файл, который мы откроем в ней. Откуда взять его? Вы можете конечно же скачать какие-нибудь форумы с онлайн сервисов, но я это не рекомендую делать, так как они могут заряжены быть трояном. Соответственно, самый лучший способ это установить Google Play и потом найти APK-ху на устройстве и вытащить ее. Соответственно, предоставлена вам команда ADB Shell, которая ищет по названию файла путь, где располагается APK по названию пакета. Красным оно обозначено. И потом ADB пулом вытаскиваете ее на компьютер. итак, когда мы открываем программу Jadex, надо найти такой файлик, Android Manifest. в нем располагается вся структура программы, с чем она взаимодействует, с чем работает. Там есть сервисы, Activity, ресиверы, провайдеры. Я смотрю пристальнее, когда на них ничего нет, то есть явно не запрещено ничего, то есть экспорт true. Это нам дает взаимодействие извне, то есть мы сможем, если такие настройки применены, сможем своим приложением влиять на приложение, которое мы атакуем. И также я смотрю, если есть в application такие вот две настройки. Первое позволяет выполнять резервное копирование и восстанавливать приложение через ADB. В этом случае вы сможете получить без root прав бэкап приложения по пути DataData, которое нельзя в принципе получить без root прав доступ. И там уже будут лежать всякие пользовательские данные, может кредитные карты и так далее. А также круто, когда разработчики забывают Android дебаггинг выключить, и тогда можно использовать режим откладки и смотреть, что вообще происходит на том или ином этапе при тестировании. Подробнее о том, что такое дебаг и чем он опасен, вы можете посмотреть на хаке. Называется статья «Злой дебаг». Итак, когда мы реверсим Jadex, мы можем найти такие в коде такие точки, как забытые разработчиками тестовые сервера, вообще не относящиеся вроде как к компании, но они там хостятся. И там может быть сразу исходный код приложений, исходный код других приложений, какие-то внутренние периферии. Так что это как дополнительная точка, где вы можете найти серверные уязвимости дополнительно. И также мы видим, что приложение использует в основном для обращения сервера вот этот домен, который я замазал, потому что это бродовая версия. Соответственно в Jadex можно через поиск найти и токены, пароли, забытые разработчиками, а также всякие зашифрованные в Base64 данные для унитификации в каком-то стороннем сервисе. Ну и так далее. Также в Jadex я советую обратить внимание в АПКхе на такой файл, как стринг, где хранятся все строковые значения. Там могут скрываться все, что угодно. Прям все. От токенов до дефолтных учеток для веб-панели. На скрине это видно, что некий сайт использует приложение. в приложении этого не используется. Это домен, но для него есть всякие креды, типа дефолтные. И по этим кредам можно было войти. Также токены и секреты. В ходе изучения было выяснено, что приложение использует SSL пиннинг, которое не давало перехватить трафик с устройства. Соответственно, нам нужно было его снять. Для этого используется программа Appocatul. Мы сначала декомпилируем приложение, создается папка. Это архив. Архив заархивируется и там более-менее читабельный код, если повезет, если приложение не зашифровано другими библиотеками, то мы сможем поискать там как раз домен, который мы нашли ранее. Итак, я креплю домен, нахожу файл, в котором он содержится и открываю его для редактирования. и вот как раз один из методов обхода SSL это сменить трафик с HTTPS на HTTP. Соответственно, проверка SSL пиннера будет обходиться. Соответственно, когда мы изменили сам файл, нам нужно собрать приложение обратно. Это делается с помощью команды Абакату. И после чего надо подписать приложение ключом разработчика, чтобы запустить его на устройстве. Чтобы установить приложение, вы можете воспользоваться командой ADB, либо скинуть любым способом себе на телефон и установить его. После чего у нас трафик весь льется по HTTP. И как вы видите, сервер отдает 301 ответ и перенаправляет его на HTTPS. Но бывают сервера, которые просто принимают и 200 ок сразу отдают. Чтобы обойти эту проблему, нужно достаточно в настройках BORPA поставить редирект на 443 порт и применить. У вас нужно получиться вот так вот. Соответственно, мы снифаем трафик с Android устройства и весь трафик перенаправляется по защищенному каналу. После чего мы заходим в приложение и все. ответ отлично получается и мы можем исследовать приложение дальше. Насчет Фриды. На данном слайде предоставлен скрипт, который очень трудно найти, но легко потерять. Он обходит большинство SSL пинеров, которые защит от SSL. Устанавливаете, запускаете, команда сверху, в красном выделено имя пакета приложения и соответственно hook GSC это как раз этот скрипт и есть. Далее мы перейдем уже как раз к серверным уязвимостям. когда мы входим в приложение мы собираем карту запросов которая обозволяет сделать приложение после чего ввозим домен и все папки которые мы можем отыскать. Соответственно у нас составляется огромная карта со всякими точками у которой может быть даже и нет параметров то есть есть IP и там есть метод какой-нибудь для оплаты а мы не знаем что передавать об этом сейчас расскажу наш коллега разработал такое расширение для борпа называется x8 оно позволяет обнаружить скрытые параметры то есть на гитхабе вы прочитаете как им пользоваться и оно реально поможет вам найти недостающие элементы пазла невозможно сломать приложение также я советую изучать старые версии приложения в них также могут быть скрыты точки которые не предоставлены в релизные версии в новой как пример вы знаете что приложения всякие обновляются и версии тоже но бывает так что разработчик поддерживает старые ветки версию 2 версию 1 и там могут скрываться очень много уязвимостей которые просто забыли удалить либо не фиксит итак когда мы входим в приложение у нас часто выходит авторизация регистрация восстановления и в них как и вебе тестируем всякие виды рода нагрузки и другие атаки я я них не буду подробнее рассказывать но как повлиять на сервер с помощью андроида я немножко упомяну в андроиде есть такая функция когда вы переходите к примеру с браузера в гугле по ссылкам вконтакте либо фейсбуку вам предлагают открыть в каком-то приложении эту ссылку соответственно вы можете повлиять на парсер в общем вы можете повлиять на иску на конечную точку то есть вы как бы легитимно передаете домен но при парсере андроид меняет обратные слыши на обычный соответственно у вас уже на attacker.com перейдет соответственно приложение легитимное откроет attacker.com и там может быть вход авторизации и соответственно пользователь введет в легитимном приложении данные на нелегитимном сайте либо приложение откроет свою точку входа и после ввода логина пароля и получения какого-то токена для авторизации перенаправит этот токен авторизации на attacker.com подробнее об этой технике вы можете прочитать в репорте Сергея Тошина также известного как баги про также есть диплинки я здесь не ставил типа вк двоеточие слэш слэш и с помощью них тут также можно проводить такие виды атаки но это надо изучать приложение работы и так далее трюки в регистрации здесь в основном рассказано о том что в веб-версии у нас часто стоят фильтры и всякие вав которые блокируют их а вот в андроид приложениях они пропускаются то есть вы можете всякие полезные нагрузки вставить в разные роды поля расскажу историю жизни когда-то лет 10 назад был такой магазин юмор и у них был веб-сайт крутой вроде там заказываешь всякие штуки для компьютера и как-то у них появилось андроид приложение очень топорное на коленке слепленное но рабочее в общем тогда я тестировал сайт и не нашел хсс уязвимостей и в итоге забил на это но когда появилось андроид приложение я вставил в имя пользователя нагрузку и она в вебе отработала что это мне дало мне это дало то что когда приходишь в магазин у них есть компьютеры на которых установлен киоск на киоске стоит их сайт больше никуда пробиться нельзя никакие клавиши там контр альт элит не работают альт и в 4 и так далее соответственно но с помощью хсс я перенаправил после входа в учетную запись меня перенаправил на мой сайт в котором я сделал загрузку файлов соответственно можно было выбрать файл и уже попасть в системное окно windows и там уже что хотите делать восстановление то же самое добавление в хозер рассказывает тоже смысла не вижу у меня время ограничено но здесь я хочу рассказать про валюшины когда мы в апи апи у нас в основном ходят по джессону и соответственно там мы добавляем два раза платежные данные два раза отправку платежей и приложение может обработать их два раза но при этом списать за один также с имейлом то есть когда вы устанавливаете для легитимного пользователя вы также добавляете почту хакера и хакеру тоже ссылка для восстановления отсылается и так когда мы уже входим в приложение там нас ждет всякие файл аплоуды айдоры и другие виды уязвимостей полезные нагрузки вы можете найти для этих уязвимостей на гитхабе итак я хочу вам рассказать об усилении через клиента уязвимости когда мы загружаем файлы из защищенного контейнера приложения который находится по пути дата дата ими приложения есть такое приложение у него есть загрузка аватарки и когда мы нажимали редактировать вызывался межпроцесс межпроцесс на и сообщение это также вы можете видеть когда выбирая у вас в каком-то приложении есть ссылка и вам предлагает и вам предлагает выбрать через что открыть через хром через сафари и так далее здесь же картинки предлагалось открыть через галерею если бы был установлен какой-нибудь другой типа гугла google photo вам предложили бы google photo выбрать итак мы создали зловредное приложение которое загружало файл из контейнера приложения здесь мы увидим как в самом приложении вызывается этот интент и почему это срабатывает почему это окно появляется а это уже проверка когда файл передан то есть здесь приложение ожидало строчку в виде даты и контент он никак не проверял то есть он доверял тому что ему передают соответственно злой код выглядел так нашего приложения это часть кода где нужно было передать легитимный контент в качестве контента просто использовалось любое название но при этом вторая часть вторая часть имела как раз загрузку части базы данных из приложения легитимного и когда пользователь выбрал мы смогли отправить внутренний файл на сервер вот так выглядел запрос уже с отправленным файлом но была проблема как достать нам этот файл на помощь нам пришла айдору уязвимость там загружалась по загружалась в общем по пути которые легко предсказать соответственно мы просто перебрали эти числа и нашли этот файл в нем содержалась сессия пользователя пин-код и логин с которым мы могли бы дальше взаимодействовать у нас времени так мало в общем я хотел с вами поиграть в игру и раздать призы надеюсь это быстро пройдет давайте пять минут кто хочет рассказать что здесь видят какую уязвимость кто-нибудь вижу возможно токен сессии в открытую передается в куки кто не что-то знает я так понимаю во-первых проблема что судя по всему она передается в открытом виде само тело так это мы видим в программе под запрос у нас B64 что может в теории содержать какие-то полезные данные если мы расшифровали их дальше писаренко но окей у нас уже есть информация дисклоуз на как минимум возможно пользователя который можно попытаться приспособить куда-то еще опять же если это у нас некий профиль то теоретически мы можем подменить вот этот тайтл писаренко и попробовать допустим вытащить какие-то данные о не знаю более целевом и интересном пользователе для нас ну а как это сделать хороший вопрос как это сделать так нам надо каким-то образом этот тайтл поменять видимо тогда у нас сменится просто имя пользователя это же запрос на изменение профиля вы видите ну скорее всего мы с ассайнмент может быть ну типа мы передадим не тайтл а там что-нибудь другое роль например назначимся админом ну это вот как раз xxc это не тот баг конечно но вы посмотрите как передается xml мы просто проводим атаку и изменяем имя пользователя и в имени пользователя будет уже файл который мы запросим чувство у нас с такой аудитории будет сложно все я расскажу сам да в данном запросе мы можем увидим авторизейшен бирер который шифруется в мт5 это единичка соответственно рейс кондишены можем протестить атаку на округление и всякие роды инъекции а также как я упоминал в презентации можно было найти старые версии приложений и узнать что раньше он передавал параметр from и здесь мы можем попробовать подменить на другого пользователя и перевести себе деньги соответственно ну а здесь случаи жизни я сразу перейду к ответам было приложение которое ходит по HTTP и у нас была авторизация вот такая вот и приложение ждало либо сервер вернет true либо вернет false и соответственно при трех вводах пин-кода неправильно токен сгорал и больше мы не могли его использовать и если вы слушали здесь Тимура он рассказывал как раз про банковскую систему когда на терминале подменяли ответ соответственно нам достаточно было подменить ответ от сервера с false на true и это можно сделать через групп все в принципе когда мы подменили ответ приложение мы попали в приложение и смогли пользоваться это слайд вам для ознакомления с большими инструментами которые можно использовать в работе спасибо спасибо за внимание спасибо большое